Всем привет! Рада вас видеть всех на своем канале. И сегодня хочу поделиться с вами своим огромным заказом из Фаберлик. Посмотрите, какой вот раз большой пакет у меня получился. И при этом здесь еще не все средства, которые я вам покажу в этом ролике. Так что все по порядку. И давайте, наверное, начнем сначала с одежды. В этот раз я много что детского заказала. Вот такая футболка у меня была в предыдущем заказе, только в черно-белую полоску для Илюши куплена. И вы знаете, мне очень понравилось. Вот так классно, универсально. Вот все же полоска смотрится. И с шортами он надевал, и в принципе просто с брюками. И знаете, даже с какими-то спортивными такими. И то она всегда универсальна. Поэтому для Артемки заказала на возраст 5 лет 110 сантиметров. Отлично по таблице все совпадает. Поэтому можете смело не глядя брать. И если что, можно всегда сделать возврат. Поэтому не переживайте, девочки. Деньги вам на следующий день, может даже в этот же день вечером, уже вернутся на ваш личный счет в кабинет. Что можно сказать? Хорошенькая легкая футболочка, яркая расцветка, супер. Очень рада, что все подошло. Это уже из новиночек. Для Артема взяла вот такую красную маечку. На рост 110. Тоже отлично села. Единственное, можно, может быть, даже на размер побольше было взять. Конечно, там уже вот этот в прямом рукавах, скорее всего, ручонка будет болтаться у него. Но зато по длине. И вот здесь вот, если у вашего ребеночка есть животик такой, да, либо он, ну, совсем прям, ну, не худенький, то, конечно, лучше, наверное, на размер побольше взять. Так что посмотрите внимательно. Приглядитесь к отзывам тоже к другим. Но стоит недорого. Поэтому, мне кажется, на лето такой яркий красный цвет. Прикольно. Базовый, можно и с шортами, и джинсами надевать для Илюши. Цвети вот в таком бирюзовом. Из новиночек, опять же, той же маечки. Ему 7 лет. И вот этот ростовка тоже отлично подходит. Супер села. Вот, опять же говорю, что у младшего, что у старшего получается. Вот это вот место именно в области живота, по телу. Прям вот майка прям плотно-плотно прилегает. Очень красивые, яркие такие оттенки. Посмотрите, летний, бирюзовый, красный. Супер для мальчишек. Для мужа заказала тоже такая футболка. Тоже стопроцентный хлопок. В размере 50. Ему всегда беру. Он носит 48-50. Но чтобы посвободнее было, конечно, лучше брать на плюс. Такой красивый, интересный оттенок. Очень нравится мне, особенно когда для брюнеток этот цвет. Супер. У меня костюм мой белировый в таком цвете. Я его просто обожаю. Вот правда. Если бы для себя что-то такое увидела из верхнего, я бы, наверное, не задумываясь, купила. Очень нравится. Не знаю, почему для женщин Фаберлик нету что-то такого цвета. Этот оттенок считается серо-синий. Вот. Серо-синий. Обожаю. У меня даже диван такого цвета. Хорошее плотное качество. Поэтому никаких нареканий. Также еще из одежды. Это для Артема. Трикотажные брючки. Там у них шел, девочки, это набор новинка. Еще сверху идет такая толстовка. И здесь нарисован такой дракон. Да, там у него пламя прямо изо рта такое огненное. Но не стала я эту толстовочку брать, потому что меня как-то смутил рисунок. Я не знаю, может быть, это глупо будет сейчас звучать. Но вот что-то как пугающее такое. Может быть, что-то другое было бы интереснее. И да, в комплекте, в принципе, классно смотрятся вот эти вот две вещи. И отдельно я ему вот такие спортивочки взяла. Здесь идут такие лампасы по бокам. Что мне очень понравилось. И это то, что сзади, получается, по талии идет резиночка. А спереди вот здесь вот вставочка уже идет обычная. Да, вот как бывает на шортах фаберликовских, что-то такое. И вот эти вот завязочки. То есть вы стягиваете. При этом ремень очень хорошо. Эта резиночка ложится по фигуре, и она держится на талии. То есть они не сползают. Они сидят отлично по фигуре. Супер. По длине отлично подошли. Я, значит, опять же, на Артемкин 5 лет заказала рост... Так, сколько здесь? То есть 110. Вот. И так же все отлично подошло. К этим брючкам я еще заказала. Это вот такие вот слепоны. Ну, конечно, их не обязательно с ними. Можно и носить с любыми какими-то спортивными такими, да, легкими. Даже с шортами, да, с такими удлиненными. Тоже будет классно смотреться. Долго металась. Не знала взять мне 29-й, либо 30-й размер. Но когда, девочки, вы откроете на сайте, и внимательно посмотрите, там есть таблица по сантиметрам стопы. Вот как померяете, именно в положении стоя стопу ребенка в сантиметрах, очертите, проведите это все линеечкой. Посмотрите. Артему в размере 30. В принципе, он у меня уже сейчас почти перешел на этот размер. И они ему хорошо. Даже вот немножечко с запасиком. Несмотря на то, что здесь подошва резина, нет никакого неприятного ярко выраженного запаха. И мне очень понравилось то, что вверх текстиль. На самом деле, вы знаете, такой вот эффект дышащей ножки, потому что на самом деле вот очень приятно к телу. Такая резиночка. Есть тут небольшой один такой момент, девочки. За него я тоже, кстати, переживала. Объем, да, вот слепоны всегда этим грешат. И если у вашего ребенка, ну, совсем худенькая, тоненькая ножичка, то, наверное, они вам будут велики. Поэтому тут, конечно, более на такую полную ногу, может быть, с высоким подъемом ногу. Ну, а для себя, любимая, я заказала всего лишь только одни носки. А носочки взяла, знаете, почему? Во-первых, потому что они белые, да, это сейчас очень актуально на теплое время года. У меня это как вообще такой расходный материал. Потому что я очень люблю кроссовки, всякие вот такие, да, заниженные какие-то спортивные обувь. И у меня вот всегда нужно, чтобы были вот именно в белом цвете побольше, чтобы почаще менять их. И вы знаете, вот здесь я в Фаберлике была приятно удивлена, как вот интересно они с умом сделаны. Значит, первое, что мне понравилось, да, они идут вот такие укороченные. И посмотрите, какой задник сделан. Да? Циньс. То есть нет такого, что прямой срез, и получается носочек, он путь сползать от пятки. Как бы вы его не одели, но он все равно будет немного сползать. Вот те носки, которые я вам показала из покупок FixPrice, кто смотрел мое предыдущее видео, мне там даже девочка, она написала, что мне пришлось снять эти носки и идти босиком в кроссовки. Это, конечно, они не дешевые. 200 рублей, как-то так эти носочки, или 220, 230. Уже заметила, что вот такие более плотные, хорошие, качественные носки, когда покупаешь, они чувствуются. Они и радуют, и долго носятся. У меня, кстати, если не ошибаюсь, от Фаберлик уже были носки, и вот сколько им стирало, ничего не произошло. Значит, у меня размер 37-38, там только этот был на сайте. И по составу здесь идет 80% хлопок, 15% полиэстер и 5% эластан. И, девочки, покажу вам еще новиночки для кухни, что я заказала в Фаберлик. Вот такие вот салфетки бумажные. Два слоя, 20 штук в разных оттенках. Там еще были белые. И какой-то еще оттенок. Не буду врать, но три цвета точно. Я, значит, выбрала оттенок красный. Мне кажется, они всегда как-то так по-нарядному смотрятся. Конечно, это не на каждый день, прям, да, что салфетки обычные такие, которые я там покупаю, 100 штук в упаковке. А все же здесь 20 штук для того, чтобы вот такой яркий, красивый оттенок использовать для сервировки стола. Например, в такой там праздничные какие-то моменты, да, чтобы это все было красиво. Производство в России. Даже немножко вам прочитаю про эти салфетки. Здесь написано, что используются специальные технологии, которые делают салфетки более пышными и мягкими, схожими с тканевыми. Высокой влагопитываемостью они обладают. Ну, вот еще, может быть, даже закажу, потому что, в принципе, цена довольно доступная таких. А на праздник всегда нужно, да, украшать. И всегда, в принципе, вот такие вещи нужны. Дальше. Девочки, заказала я вот такую новиночку у Фаберлик. Единственное, что меня не очень понравилось и смутило. Когда я забирала на пункте выдачи у нас заказ, то мне вот дали вот такую помятую коробку. Посмотрите, она реально просто вскрывалась прямо там у них. Я не стала, конечно, возмущаться. Но вы знаете, вот, например, когда ты заказываешь для себя, это одно. Например, ты заказываешь для клиентов, как вот работают специальные консультанты, да. И им потом за деньги вот это отдавать. То есть, извините, у меня вот такая перекошенная коробка. И при этом у них на витрине, там вот, где новинки представлены, лежала хорошая, нормальная, вот с не таким вот изуродованным боком. То есть, меня это, конечно, немножко смутило. Знаете, не очень приятно получать вот такое. Там сколько он стоил? 200 с чем-то рублей этот коврик. То есть, не дешево. 280 вроде бы. Значит, коврик этот многоразовый. Он заявлен как с длительным сроком службы. То есть, вы его можете использовать ежедневно для выпечки и так далее. Для духовок при температуре 260 градусов до 1000 раз. Представляете? То есть, это такая хорошая довольно альтернатива. Например, кто любит часто выпекать, может что-то такое, да, вот в духовке делать. И часто пользуется бумагой для выпекания, вот как я. Вы недавно видели, я вам показывала. В фикс-прайсе я тоже довольна, да, часто беру такую бумагу, бунхом. И поэтому, чтобы как-то сэкономить, ну, все равно получается, это выгодней. Тем более, я вот часто слоеное тесто делаю. Этот коврик представлен в коллекции Юлия Высоцкая. У нее, значит, еще есть разные средства там для кухни, аксессуары. Вот, кстати, сейчас еще один из них я вам покажу. Это вот такие щипцы кухонные. Сейчас давайте вместе с вами откроем. Давно искала что-то более прочное. Честно говоря, вы удивитесь, девочки, но нормальные кухонные щипцы очень трудно найти. Я много где смотрела, но это так. Вот такие они, интересно, в таком голубом оттеночке. Здесь они такие идут силиконовые. Ручка прорезиненная. Колечко, конечно же, вы можете всегда подвесить их. Смотрите, когда вы не пользуетесь этими щипцами, то вот это вот колечко у вас получается как бы вытянуто вверх. Когда вы захотите ими воспользоваться, вы вот это колечко опускаете вниз, и они у вас открываются. Да? И вы вот так вот там макароны кто-то вытаскивает. Например, когда что-то на сковородке, там, не знаю, перевернуть, что-то снять, бывает, там, я не знаю, запеканка, ну, какие-то такие вещи, да. Очень хорошие, качественные щипцы, девочки. Поэтому, если вы сомневаетесь, и у вас есть они по вашему региону в наличии, я бы вам, наверное, все же посоветовала заказать, потому что здесь и металлическое такое основание, довольно долговечное, да, которое очень хорошо вам прослужит. Я очень довольна вот то, что приобрела их, реально, потому что мне всегда не хватает на кухне их. И моей маме нужны были, и поэтому тоже ей закажу. Дай бог, чтобы они были еще в наличии. Далее, для кухни еще взяла вот такое вот мыло с ароматом экзотических фруктов. Устраняет запахи, очень много хороших отзывов на него слышала, и всегда как-то откладывала покупку. Я считала, что зачем мне мыло для кухни, если у меня есть обычное мыло в ванне. Там что-то готовлю, и понимаю, что мне там, на самом деле, не хватает, потому что бывает специально бегать в ванну, там, руки помыть после лука, я не знаю, что там мясо порежет, да, бывает, говядина впитается, там запах вот этого супер. Тем более, он безвредный. Ну и немного средств, девочки, покажу вам для уборки дома. У меня закончился гель для туалета чистящий. Вы помните, у них была такая синяя версия. Не знаю, вот, честно говоря, есть ли она сейчас на сайте, либо нет, но мне показалось, что они обновили, и теперь всегда у них теперь вот это в наличии. Это с ароматом лимона. На самом деле, сколько раз я покупала, и хватает надолго, очень экономично, не раздражает, нет никакого, знаете, такого санитарного, вот этого запаха кошмарного, да, сильного, когда ты там намоешься на технику, и просто хочется проветрить и ванну, и комнату, и туалет, и все, просто открывайте быстрее, быстрее. Повторно взяла, девочки, вот такой вот пятновыводитель, кислородный, очень нравится, подходит для белых и цветных тканей. Я его использую по большей части, не сколько именно в машине автомат, да, там при стирке, а больше он у меня идет вот для ручной, когда я, например, какое-то белье белое замачиваю, там, например, детские футболки, особенно у Артема, да, у младшего садика, очень всегда он приходит какими-то пятнами, если они не переодели, например, с утренней зарядки, сразу сели за стол, такое тоже бывает, он, как правило, на себя что-то капает, и супер все это выводит. Также для цветных тканей подходит, и какой-то жир соус, питывается кухонные полотенца, и я прям вот их замачиваю, тоже отстирываю с этим средством, супер. Также порошочек взяла, концентрированный стиральный порошок, универсальный, альпийский луга, аромат, вот именно этот мне очень нравится, потому что один уже подходит у меня к концу, решила про запас сразу. Дальше, вишневый конфитюр гель для душа, это я взяла не для себя, вы удивитесь, но тра-та-та-та, это я взяла для мужа, он мне попросил, чтобы мыть машину сейчас летом, когда тепло, он сам, в принципе, не на мойке, он разводит, и прям там тряпочкой, тряпочкой все сам. Очень хорошо, в том году мы так делали, очень хорошо мыть машину, как бы это странно ни звучало. Также у Фаберлик, девочки, вышел новый каталог, и очень-очень много новинок. Мало того, что с одежды очень много всего интересного, да, и все хочется попробовать. А тут, кстати, с обувью вот меня очень привлекло. Легкие, дышащие, бесшовные кеды женские. Что вы, девочки, новенького Фаберлик приобрели, что можете мне посоветовать, обязательно напишите внизу в комментариях, я буду очень ждать вашей обратной связи. И до встречи в следующих видео, и всем пока-пока!